В законодательное собрание документ поступил ещё в ноябре прошлого года. В первом чтении депутаты приняли его в феврале 2018-го, а до 13 марта установили срок внесения поправок. Но вносили их до мая. Корректировок было семь. Одну из них предлагала Татьяна Лобач. По её мнению, к масштабным инвестпроектам нужно отнести строительство индивидуальных жилых и многоквартирных домов. Квартиры в них смогут передавать в собственность или социальный найм гражданам, которые лишились жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Эта поправка не была поддержана профильным комитетом. Причина – отсутствие утверждённых документов территориального планирования и иных документов, а именно генерального плана города Севастополя, утверждённого законодательным собранием города Севастополя, правил землепользования и застройки, утверждённых нашими коллегами из правительства, проектов планировки и проектов выживания территории. У меня возникает справедливый вопрос. Не считаем ли мы себя умнее представителей федеральных органов государственной власти? Аналогичная норма закреплена, как я уже говорила, в постановлении правительства Российской Федерации. Почему-то федеральный законодатель, принимая указанную норму, не опасался спекуляции. Прошу коллег поддержать поправку, отклонённую постоянным комитетом. Татьяна Лобач отметила, поправки, которые были внесены депутатами Вячеславом Аксёновым, Алексеем Чалым и Вячеславом Гореловым, не прошли оценку регулирующего воздействия. Следовательно, приняты они быть не могут. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия, установленная положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия разработчикам, соблюдена в полной мере. Закон нужен городу и предпонимателям. С этим соглашались все присутствующие в зале. И не столь важно, с какими поправками. Депутат Вячеслав Горелов даже продемонстрировал фрагмент февральской сессии с участием Дмитрия Овсяникова. С момента этого выступления прошло три месяца. Закон до сих пор принят не был. Чтобы его рассмотрели во втором чтении, Дмитрий Овсяников воспользовался своим правом и созвал вне очередную сессию законодательного собрания. Ещё одна причина, наконец, принять закон – обращение к депутатам предпонимателей. Именно бизнесмены в первую очередь волнуют существование закона. Они напомнили, что в Республике Крым документ был принят ещё в 2015 году. «Отсутствие понятных инвестиционных правил тормозит развитие Севастополя и усложняет деятельность предпринимательского сообщества. Убедительно просим вас, уважаемые депутаты, принять закон в любой устраивающей вас редакции с теми параметрами, которые соответствуют утверждённой стратегии социально-экономического развития Севастополя». Уже в течение нескольких лет законодательный орган Севастополя не может принять законопроект о критериях инвестиционных проектов, которые целесообразно осуществлять в городе федерального значения. Правительство Севастополя усматривает в этом не просто недоразумение, а целенаправленную политику группы депутатов, направленную на торможение социально-экономического развития Севастополя». Далее процедуры голосования. Сначала не утвердили поправки Татьяны Лобач. Екатерине Алтабаевой даже пришлось успокаивать коллег. «Уважаемые коллеги, стоп, остановите процедуру. Ещё раз, чтобы было ещё раз понятно. Мы не проголосовали. Возвращение, уважаемые коллеги. Подождите, стоп». В итоге закон о критериях для инвестпроектов всё же приняли. «За 16 депутатов против, один воздержалось двое. Голосовало 19 депутатов. Решение принято». «Правительство, безусловно, приветствует принятие столь долгожданного закона о критериях инвестиционных проектов. Наконец-то мы получаем инструмент, который позволит реально приступить к привлечению инвесторов на масштабные инвестиционные проекты. Я хочу обратить внимание, что случилось это благодаря настойчивой позиции губернатора, который наконец заставил ту часть законодательного собрания, которая под всяческими предлогами затягивала принятие этого законопроекта, наконец-то его принять». Напомним, закон устанавливает критерии для инвестпроектов, для реализации которых землю будут предоставлять в аренду без конкурса. Документ обязывает инвестора достигать определённых экономических результатов. Если предоставляется участок площадью до одного гектара, объём инвестиций в первые два года должен быть не менее 100 миллионов рублей или 40 миллионов рублей в высокотехнологичных отраслях производства. Если предоставляется больший по площади участок, объём инвестиций увеличивается пропорционально. Кроме того, от реализации масштабного инвестпроекта предприниматели должны будут уплачивать не менее 3 миллионов рублей в бюджет города, а также увеличить количество рабочих мест не менее чем на 100. Критерии установлены и для объектов инфраструктуры. Получить землю в аренду без торгов может проект под объект социально-культурного назначения. В этом случае на его создание нужно потратить не менее 10 миллионов рублей. Если это объект коммунально-бытового назначения, сумма в пять раз больше. Закон вступит в силу через 10 дней со времени его официального опубликования.